Всем привет! Можно сказать, первый раз сижу за рулем собственного автомобиля, нашего с Кирюшей. Решила чуть-чуть прокатиться, испытать. Так что с Богом! Это, конечно, такой люксовский автомобиль. Мы об этом даже и не мечтали. Смотрели какие-то дороже автомобили, чем эти, но не настолько классные. А этот просто как в Мерседесе едешь. Мы дети царя-царей. Вот Господь нам подарил такую машину. Кирюша молодец, выбирал, искал долго. Вот результат. Слава Богу! Я кайфую, прям как за президентской машиной. Это почему я показал этот знак. Он обязывает машину остановиться. Вне зависимости, есть ли там кто-либо или нет. Да, поэтому учимся соблюдать местные правила. Почти не нарушаем. Вот. Я, кстати, забыл пристегнуться. Все, можно заканчивать. Думаешь? Уверена. Можете посмотреть на наш салончик. Вот. Салончик выглядит очень прикольно. Мягенький. Даже запах более-менее внутри. О, да, у нас есть люк. Санруф называемый и так. У нас тут, понимаете ли, вот, даже магнитола есть. У нас сколько на 6, да, CD-чейнджер? CD-чейнджер. На 6 дисков, е-мана, вообще. Смотрите, мы приехали в тупик. Вот. Тупичок. Ага. Ага. Разворот. И обратно соблюдаем правила. Вообще, катаемся по Америке на собственном автомобиле. Кто бы мне год назад рассказал бы, что такое машина? Машина очень удобная в управлении, послушная такая. Она большая, тяжелая. Очень классно входит в повороты прям вообще. Одно удовольствие водить. Я, конечно, свою Opel тоже люблю, но уже не мой. Слава богу за Opel и за отсутствие Opel здесь. Всем всего доброго.